Всем привет! С вами Светлана Никитчук и вы на моем YouTube канале. Сегодня я хотела поговорить с вами про соль. Очень частый вопрос, можно ли солить, не является ли это вредным. Я думаю, что вы, наверное, помните, была такая фраза, как соль это белая смерть, что достаточно в продуктах соли и так, и досаливать это будет вредно. И я бы хотела сегодня с вами посмотреть более современным взглядом на этот вопрос, и разобрать рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Что будет, если совсем отказаться от соли? Для этого нужно сначала разобрать, на каких основных компонентах функционирует весь наш организм. Это белок, вода и соль. Сюда же входят хлориды, натрий и калий. Очень важно понять, как происходит передача импульса в нашем теле. Для передачи импульса от мозга до осуществления движения происходит целая цепочка химических реакций. Нервный импульс или электрический импульс – это не что другое, как разность потенциалов. И для этого используются такие химические элементы, как натрий и калий. Соль – это химический элемент натрий-хлор. Что получается, если сократить соль? Получается, что не хватает химического элемента для создания электрического импульса. В таком случае тело просто перестает нас слушать. Другими словами, появляются судороги. Также начинаются спазмы гладкой мускулатуры. Для организма такие явления просто подобны смерти. Потому что если судорога схватит сердце, это чревато летальным исходом. Потому есть такой механизм защиты. Чтобы не допустить выведения остатков натрия, организм снизит выведение этого элемента с мочой и начинает задерживать воду. Таким образом, организм пытается сохранить водно-солевой баланс. Как известно, соль не имеет накопительный эффект. То есть мы ее получаем с пищей и она вымывается. Мы ее получаем и она вымывается опять. Поэтому если мы перестаем ее получать, организм пытается сделать все, чтобы этот элемент не вымывался и не выводился из организма. Как бы ни было это странно, но заметьте, что и недостаток соли, так же как и переизбыток, тоже приведет к отеку в организме. Внутриклеточная жидкость, как и внеклеточная, это раствор солей. Если клетка находится в среде с такой же концентрацией соли, то все будет хорошо. Если же соли во вне клеточной жидкости будет больше, то клетка начинает сжиматься. Так как вода внутри клетки, она всегда будет устремляться в сторону более концентрированного раствора. Когда это может произойти? Это может произойти тогда, когда у вас много соли в еде. Тогда вне клеточная жидкость будет иметь более концентрированный раствор. А если же соли не хватает в питании, тогда соли во вне клеточной жидкости будет меньше, а во внутриклеточной жидкости будет больше. И вода начинает устремляться во внутрь клетки. Вот вам и внутриклеточный отек. Другими словами, мы получаем в любом случае отек. Если у вас переизбыток соли, у вас будет вне клеточный отек. Если будет недостаток соли, то будет внутриклеточный отек. Достаточное количество воды и соли помогут поддерживать водно-солевой баланс в норме. Мы говорим именно о норме. То есть мало – плохо, много – тоже плохо. Норма – это хорошо. Если вы откажетесь от соли, это будут отеки, это будет головная боль, это будут электролитные нарушения. А еще хочу добавить, что самый надежный и физиологичный источник йода тоже, кстати, в соли. По последним рекомендациям ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, рекомендация 2-3 грамма соли нужно человеку в сутки. Также важно понимать еще качество соли. Хорошо, если это будет морская соль, а еще лучше, если это будет гималайская соль, потому что в ней будет 84 микроэлемента. Как видите, соль действительно является очень важным химическим элементом для нашего хорошего здоровья и отличного самочувствия. Вас всех обнимаю и жду вас в следующем видео. Всем здоровья, всем пока!